Друзья, всех приветствую, с вами снова Алекс, и мы продолжаем играть в Ведьмака 3. И не просто так, как вы знаете, а может быть для тех, кто не знает, расскажу. Буквально недавно исполнилось 7 лет с момента выхода игры, и это, я считаю, потрясающее число. Достаточно объёмное количество времени прошло, глобальная уже такая процедура. И, тем не менее, очень большое количество людей до сих пор в него играет, до сих пор радуется тому, что сделали CD Projekt Red. И, я надеюсь, в скором времени мы увидим следующую часть Ведьмака, да, уже не про Геральта из Реви, возможно, что-то другое. Но, тем не менее, эта история ещё не заканчивается. Ну и, конечно же, в связи с этим и огромным количеством комментариев, которые вы оставляете под моим видео, связанным с Ведьмаком, мы продолжим проходить остальные побочные миссии, которые у нас ещё не пройдены на текущий момент, для того, чтобы помочь другим решить какие-то вопросы. И сегодня мы поиграем в следующую миссию «Высокие ставки», которым, как и в любой другой миссии данной игры, есть определённое разветвление, определённые события, на которые мы влияем напрямую. Ну, в большинстве своё могу сказать, что лучше сюда идти, естественно, если вы имеете хорошую подготовленную колоду карт, да, для Гвинта, и если вы имеете определённый опыт в этом... в этой игре. А так, посмотрим. Давайте дойдём, залегистрируемся и, в первую очередь, запишемся на турнир по Гвинту. На век зрельных карт нет. Хочу поучаствовать. Лучше заранее сохранитесь до этого момента, для того, чтобы у вас был шанс на то, чтобы загрузиться. Я при прохождении первый раз, не с первого раза прошёл, и, да, будет возможность с одним из игроков решить с помощью кулаков, если вы вдруг проиграете, но желательно, конечно, всё это выиграть. Поэтому лучше всего, конечно, по бочке, по всем голодам Гвинта пройти и набрать как можно больше хороших карт, чтобы проще было выигрывать. Здесь будет разветвление, мы в скором времени встретимся с девицей Сахи. Геральт из Ривии. А я уже думала, турнир будет ужасно скучным. Обыгрывать фермеров, уличных громил и фальшивых аристократов меня не слишком радует. Мы знакомы? Скажем, у нас есть общие знакомые. Я слышала о тебе много хорошего. С подробностями. В подобном месте довольно тревожная рекомендация. Как тебя зовут? Саха. А дальше? Или, может, ты сразу скажешь, как тебя зовут на самом деле? В подобном месте можно ограничиться Сахой. Вижу, ты знаешь всю компанию. Часто бываешь в Пассифлоре? Ну, бываю. Не припомню всех игроков, но... Это Патрик Лещина. Эти трое никогда от него не отходят. Я знавал человека, который нанимал зерканских воительниц для охраны. Но у этих должно быть... Другие таланты. Этот низушек Бернард Туля, хуторянин. Уверяет, что играет для удовольствия, но ведь каждый хочет выиграть, правда? А с этим поосторожней. Он не особенно уважает таких, как ты. Что само по себе забавно, Финиас сам полэльф. Ну, о графе Тибольте-то, думаю, слышал? В конце концов, это он, устроитель турнира. Нет, не слышал. Говорят, он сказочно богат. Не знаю, сколько в этом правды, но на графский титул денег хватило. Еще увидимся. Попробуй перед турниром поговорить с другими игроками. Нам все равно ждать графа Тибольте. Так, вот, кстати, с Сахарем желательно все-таки поговорить. Не пропускайте с ней диалог, потому что от этого зависит дальнейшее развитие. Но тут смотрите сами, давайте со всеми поговорим. Прошу простить. Я должен сосредоточиться перед игрой. Ишь, какой. Ты действительно охуторянин? А что, не похож? У меня хозяйство за городом. Целыми днями сидел бы и смотрел, как они растут. А что с запахом? С каким запахом? Ну, шампиньоны шампиньонами, а иногда нужно и в город вырваться. Моя хозяйка сейчас же в плач, что меня тут в Новиграде прибьют. Ай-яй, гортензия, такая оказия. Лучшие игроки, самые редкие карты. Ну, тут уж пришлось и меня отпустить. Удачи. Взаимно. О, вот он истинный дух игры. Зато этот полуэльф, он там уже давно ест меня глазами. Так, ну и где тут полуэльф этот? Ну, вот и он. Чего? Ты часто участвуешь в турнирах? А что? Хочешь пощупать меня, как девку перед трахом? Может, тебе еще карты показать или членам помахать? Я увижу твои карты, когда мы будем играть. Так, высоко мутант, ты вряд ли заберешься. Приветствую всех на закрытом турнире игры в Гвинт. Под словом «закрытый» я подразумеваю не только элитарный характер самого мероприятия. Каждый, кто покинет стены пассифлоры до окончания игры, дисквалифицирован. Это правило номер один. Правило номер два, три и четыре. Никаких скандалов, нечистой игры и магических фокусов. Играем на золотые фигурки. Победитель получает все, а также денежную награду в девять раз, превышающую вступительный взнос. Как легко посчитать, заявлено девять игроков. Турнир пройдет в три круга. Финалист сыграет со мной. Пары соперников определит жребий. Прошу зачитать состав первого тура. Финниас и Тим Узел, Патрик Лещина и Харрель Перопых, Гервальд из Риви и Бернард Тулли. Ха, вот оно как вышло. Брамбл, Фрунтенштрон и... Мадам Саха. Великолепно. Живаю всем. Приятные игры. Белыши, бедра. Ну что ж, давайте сыграем стульем. Наконец-то! Теперь-то будет что рассказать Гортензии и детям. Да-да. Жулик. Так, ну что ж. Будем ли мы готовить... Не помню уже. Спустя столько времени прошло. Давайте, наверное, оставим. У меня, в принципе, достаточно много легендарных карт. И вроде бы колода уже была подготовленная. Чудовище самое оптимальное. Самая простая карта здесь. Чучело оставим. Казнь интересна. У него Королевство Севера. В принципе, может быть множество высоких карт. За счет макеров перекинем. В принципе, очень хорошие карты. Можно спокойно начать. Ой, поменял он чайно. Ну ладно, имблер их тоже неплохо. Так, хорошо. Он набирает карты. Ну и пока он набирает карты, мы будем тогда закидывать его просто... Какими-нибудь небольшими накерами. Бэм. У нас, по-моему, холодное чудовище практически полное. Там буквально несколько не хватает. Вот чучело бы, конечно, сыграло здесь свою роль. Ну, пока ждем так. Пока накидываем. У нас в этом плане очень хорошее преимущество. И, ну, за исключением того, что если он даст мороз, тут уже никак. Так, поэтому имеет смысл, наверное, дать имблер иха. Или дать рок, например. Начинает отбиваться. У него, я думаю, в принципе, не должно быть больше разведчиков. И поэтому можем спокойно накинуть голого глаза. 37 очков сразу же, да. Он достаточно легкий. Посмотрим, чем он будет отбиваться на втором ходу. Сейчас мы просто выжимаем из него максимум. Так, превышает самый сильный отряд или отряд противника, если общая сила его осадных отрядов равна или превышает 10. У нас осадных отрядов вообще нет. Поэтому в этом плане мы не паримся. Закину пока одиночную пугача. 7 очков. Он сразу должен будет сейчас кого-нибудь проставить. Ну, вот и Геральт идет. Убивать его не имеет смысла. Потому что мы тогда не сможем казнь прокинуть. То есть сейчас нужно ставить кого-то на четверку и ожидать от него шестерки, чтобы прокинуть казнь. Такой не дефается никак. Все вампиры. Мороз пошел. Ну, и вот тут момент, конечно, да, интересный. Есть ли у нас мороз или нет. Мы можем от него подождать. Будет ли у него, точнее, второй мороз или нет. Мы можем прокинуть какую-нибудь легендарочку и подождать от него хорошие карты. Потом ее казнить и дать пас. Три бушет. Три бушет можно уничтожить. Если мы даем баф, то получаем два, четыре, шесть, восемь очков дополнительных. Ну, тогда у нас ведьма. Ведьмов. По-моему, ведьма у нас полный комплект. То есть это достаточно больше усиления. Ну, оставим ее тогда. Не будем использовать. Дадим глу. Чтобы, может быть, вымылить от него рассвет. Он дает командирский рок. Ну, и под командирский рок мы даем казнь. Просто выманивая из него дополнительные карты. Чтобы ему нечем было дефать. Бам, казнь. Стер. Интересно. То, что он убрал казнь, это очень хорошо, на самом деле. Ну, как видим, очень-очень хорошие карты. Очень хорошие карты. Конечно, может быть, даже и не нужно было вампиров выкидывать. Он еще и дополнительную карту взял. Сильно. Но, казнь. Она была с казнью. Самый сильный рукопашный отряд. Единственное, что он может его вернуть. И вот это, конечно, меня немножко смущает. Трис. Есть там полно легендарок, а у него очень много карт. Вот, конечно, манекен мог бы нам помочь в этом плане. Я его случайно заменил. Ну, пока не будем давать короночку. Просто разыграем карту лидера. Он еще и возвращает. Но некому вернуть. Я надеюсь, у него больше нет казни. Если казни нет, то мы выиграли. Да, у него мороз. Ну что ж. Дарк с горном. Не хватило. Отлично. Но это было на тонинках. Ну вот с ним, в принципе, если проиграете, по-моему, можете решить вопросы и кулаками. Но только с ним. Дальше, конечно, будут проблемы. О, Фольтас появился у нас. Отлично. Я видел, ты тоже выиграла. Мне показалось, что мой соперник был пьян. У него были совсем неплохие карты, но... Наверное, он не мог на них сосредоточиться. Может, закончим этот разговор наедине? У меня есть одно предложение. Встретимся на террасе наверху. Ну, и вот тут вот смотрите. То есть, если вы соглашаетесь встретиться на террасе, то у вас идет свое предложение. Очень интересное, потенциальное, которое может закончиться катсцены для взрослых. И, по-моему, 4500 крон. Ну, где-то так, около 5000 крон. Если нет, то и разговору конец. Тут просто доигрывайте, получайте свой призовой. Если сможете. И все. Поэтому идем встретимся с Сахой на балконе. Очень потенциально интересная развязка. Ну, так-то так. Интересно, что моя жена на это скажет. Наконец-то мы одни. О чем ты хотела поговорить? Победитель турнира получит целую кучу денег. Не знаю, как ты, а я бы предпочла убедиться, что они попадут в хорошие руки. И я бы не стала рассчитывать на везение. Лучше просто вынести их отсюда как-нибудь потише, не беспокоя остальных. Не этого я ожидал. То есть ты не производила впечатления... Воровки? Разумеется. Я же не занимаюсь этим каждый день. Поэтому мне и нужна помощь. Почему ты пришла с этим ко мне? Я слышала, что Геральт из Ривии никогда не оставит женщину в нужде. А я женщина, которой очень нужны деньги. От кого ты это слышала? От Фрингильи Вига. Она рассказывала о ваших приключениях в Баклере. И как я поняла, на тебя можно рассчитывать. В правом деле. Ну хорошо, допустим, я тебе помогу. Я, разумеется, поделюсь деньгами с тобой. А что, если я выиграю турнир? Тогда у меня к тебе будет другое предложение. Какой у нас план? Когда будет надо, я все скажу. Пока что просто будь на чеку. А если вылетишь из турнира, просто побудь здесь до конца. Увидишь, оно того стоит. Все это звучит несколько загадочно, но допустим. Замечательно. В таком случае вернемся к остальным игрокам. Ну вот, начинается самое интересное. Если вы отказались, то, скорее всего, очень много упустили. И упустите. Пока что возвращаемся и играем дальше. Так, нам надо наверх подняться. Как мы сюда поднимались, ты я уже забыл. Ага, вот. Начинается второй раунд. Попрошу внимания. Неожиданно. Бадам Сака и Гилберт из Риви. Хм. Неожиданно. Финнесс и Харрельд Терапых. Ха-ха-ха. Желаю приятной игры. И пусть судьба вам благоприятствует. У тебя мускулистые бедра. Легкие победы меня не рады. Я рассержусь, если ты будешь поддаваться. Я и не собираюсь. Очень мне интересно, кто другое предложение. Ха-ха. Согласен. Ильфгард. Ильфгард тоже сильный. И у него как раз таки атакующие в основном войска. Поэтому с ним будет... Ну, должно быть, по крайней мере, легко. Да, командирский рог точно убирать. Ну, сейчас очень плохой старт у нас. Очень плохой старт. Можно играть через казнь, попробовать. Да. Неплохой старт. Ну, потенциально мы можем проиграть, конечно, раунд. Да и всю игру. У него нет поддержки. Пока что. Хотя, может быть, и есть. У нас есть, значит, две казни. Тебе хорошие казни. Поэтому пока что... Попробуем просто играть через максимальный... Причем, через минимальное окно. Хорошо, что есть вампир. Это прям мне очень нравится. О, уже? Девять очков. Это много. Причем, он может из-за боя соперника потом забрать у меня либо вот эту, либо вот эту. Поэтому ее желательно в самом конце использовать. Просто думаю, пробафать стоит первый ряд. Очень сильно. И пас сразу. Одна карта останется. Ох! Она не ушла в отбой. Как самая сильная. Это очень круто. Тут можем максимум выжить из него. Геральт из Риви сразу. Стоит ли дать отбой? В принципе, казнь у него. Ну, вот вампиры одинаковые у меня. Ладно, дадим вампиров. Ну, потенциально я ничего не могу сейчас разыграть. Могу максимум дать баф. И сейчас он либо кидает мороз и побеждает, либо у него нет этого мороза и он проигрывает. Я пока пасую. Много легендарок выкидывает. Ну, видимо, у него есть чем отбиваться. Ничья. Серьезно. Вау. Ну, автоматом я выигрываю здесь. У него мороза не было. Мороза нет, это все. Скинем ведьм. Очень сильно. Очень. Что же, надеюсь, судьба и дальше будет на твоей стороне. Этот будет на эльфах, скорее всего, играть. Должен ли я понимать, что вы отдаете партию? Хорошо. В таком случае, ничего я не отдаю. Я просто раздавлю его, как клопа. Желаю удачной игры. И прошу помнить о правилах турнира. Никакой магии и никаких скандалов. Против эльфа будет тяжело. Чучела оставляем. Вот это надо менять. О, два чучела даже можно наставить. Но они могут также и... Играть очень плохую... Суточку с нами. Но у него должно быть очень много... Хотя это нет, это не эльфгарды. Закидывают разведчиков. Самый сильный рукопашный отряд. Ну вот, конечно, скайтаели очень... Не очень приятные. Стараться из него выменить сразу. Плохо, что вот это вот попалось. Это очень плохо. То есть, сразу головоглазы все тут стоят. Что-то я не заметил до этого. Это может сейчас очень плохо сыграть. Ладно. Да, как-то я не заметил этот момент. Ну, это зливень просто так сдан. Придётся скидывать головоглазов. И пасовать. Потому что мне нужно из-за отбоя потом с помощью яннифер кого-то забирать. Ну, это вот критическая ошибка, конечно. Не заметил я головоглазов. Бам. Первого убивает. Тут мы иен выставляем. Надо вытянуть из него максимальный казнь. Для того, чтобы он скастовал своего чудища. Дуни урок. Казнь, он хотя бы десятку эту заберёт. А, он спасавал. Ооо. И я не могу иен заменить. Девушки отдыхают. Ну, получается... Это всё cool. А вот, это кое- hier. Отвatched. Это пом crucif torch. А так вот, который... Тр tub שמע. Наверное так Ах ты, не повезло Остался главоглаз Черт, ну ладно Тогда вот так вот вставляем, чтобы защитить его от казни Сейчас он должен разыграть в теории свою карту генерала А, у него просто казнь есть У него просто казнь есть Ну тогда Что-то надо пасовать На тоненьком Меригольд Ну конечно же И у него два хода По-моему у меня нет вампиров шестых А, вампир пятый есть Вообще без проблем тогда Если у него две казни, конечно он выиграл Так, убирает пятого И Мгла Мутант жульничек Я тебе эти твои дьявольские глазищи пальцами выдавлю Ну давай Что это такое, пятый? Черт, я Забыл на кого уклоняться Это конечно проблема Минуточку Мне почему-то алик не срабатывал По уклонению Это очень странно Так, ну давай товарищ Сберемся так Вот Сейчас уже пойдет как надо Ты никого нарвался Принял Ну бьет он достойно, конечно Есть пробитие с двойных Двоечку Как же больно он пробивает На высоком сложности Аккуратно Давай, давай, давай Ну ладно, у меня пассивка сработала Аккуратненько его запинаю Готов Другое дело Поздравляю вас с победой Прекрасный стиль И с этой второй победой Так же Я думал позвать стражников Но Но я решил все сам Приглашаю вас На финальную партию Признаюсь, я не ожидал Такого результата И поставил весьма солидную сумму На другого игрока Можно было догадаться Что здесь ведут больше Чем одну игру Ну давай, граф Посмотрим Смогу ли я все Одной колодой выиграть Начнем Пожалуй Так, кто у него О, у него тоже чудовище Он у него, кстати, сильнее Сильнее Так, Гуля Гуля, меняем Ясное небо Очень хорошо В принципе Накеров Можно поменять Можно оставить Глава-глаз Окей Ведьма Окей И вампира Одного поменяем А, ну Вместо вампира Вампир пришел Жаль Ну ладно Вот это у него, конечно Сильное Из вашего отбоя Может это Спокойно вернуть Назад Так, но мы тут Будем действовать Агрессивно В первую очередь Осадный Закинем Чучело Ну это он просто Держит карты Держит карты Шестерочку Не хочется Шестерочку Закидывать Пока что Не будем Придержим Закинем Накеров Да нет Гули Закинем Аккуратненько Сыграем Стал пас Сразу же Хорошо Не зря бы Накера Закидывали Чем мой ход Он начинал Ну тогда Накеров Ну в отбое Нет никого Но это Странно Как минимум Ведь мы будем Самых последних Закидывать Дам сразу Баф Хорошо Хорошо Вы мне Лекась Вот теперь Можно и Ведьму Закинуть Усиливаем Да Не намного Пам ну ему мороза невыгодно давать вообще никак я буду до последнего жать заберу на всякий случай одну ведьму а ну точно не уже не слютик я забыл про это черт если у него второй мороз он еще карты не разыгрывал а черт я забыл что он не разыгрывал даже так окей ну вот конечно шикарная карта денег никто не касался всех кто выходил мы проверяли надо обыскать здание каждый кто пройдет проверку может уходить это не я можешь даже не спрашивать я так и подумал такого я не ожидала но наш уговор остается в силе попробуем отыскать деньги вместе согласен чего начнем поднимемся наверх подожди этот ведьмак хороший знакомый капитана хансона за небольшую плату он может осмотреть место преступления за плату но ведь разумеется мы рассчитаемся с самим капитаном как он после ранения ему уже лучше ну я слышал что да рада это слышать таком случае мы пойдем наверх так мы сейчас нам нужно найти улики дошли все-таки до основной части этого квеста милостивая госпожа если вы увидитесь с капитаном будьте так любезны упомянуть это все мой любезный ты можешь идти видимо к нужны абсолютная тишина и покой но еще неплохо у тебя вышло ты правда знаешь этого капитана да ужасный человек ну принимайся за работу да вы удашь милостив раны нанесены под странным углом на подчин профессионально Похоже, что-то тяжелое двигали в сторону террасы. Что-то тяжелое двигали они в сторону террасы, это говорит о том, что где-то здесь у нас дополнительная информация. Так, вот она. Тогда у него должен был быть сообщник, который ждал на улице. Внизу что-то есть, но отсюда не разглядишь. Отлично. Это сделал кто-то из участников турнира. Он спустил деньги на веревки, а после спокойно прошел мимо стражника. Этот кто-то хорошо подготовился. Ты сумеешь его выследить? Еще не знаю. Посмотрим, может на улице остались какие-то следы. Так, ну и для этого нам нужно спуститься вниз. Так, ну и вот здесь вот... Где нам, вот веревка. Точно такая же, как та, что привязана к арбалетному болту. Надо здесь осмотреться. Откуда этот запах здесь? Корица. Странно. Я ничего не чувствую. Корица. Сейчас мы по этому запаху куда-то определенно выйдем. Он слишком спешил и потерял вот это. Должно быть выпало из полоски. Откуда ты знаешь, что это потерял вор? Под свертками лежит арбалет. От меня так и разбирается вспомнить какую-нибудь шутку насчет острых приправ. Но я воздержусь. Ценю. Я уже видела этот цеховой знак. Эта компания торгует приправами из Зерикании. У них склад в доках. Он с этой стороны порта, дальше всех к северу. Встретимся на месте, хорошо? Договорились. Так, 300 метров до склада, погнали. Надеюсь, я тут смогу спуститься. В сапогах не хлюпает. Вот как мне нравится так вот ведьма-казета. Лазишь тут по крышам. Добираешься куда тебе надо. Ну хорошо. Немножечко преувеличил, конечно. Извиняюсь. Мы были так близки к цели. Но, кстати, вполне возможно, что сейчас рейснемся где-то достаточно близко. Ну или нет. 290. Немного ближе, чем я предполагал. Вообще, раньше как-то вроде бы не особо-то и много здоровья снималось за такие прыжки. Не знаю, может я чего уже не помню. Так, дамочка. Устранитесь. Почти уже у склада. Да, опять ты что ли? Господи. Господи, иди домой. Так, ну у вас такого, скорее всего, не будет. А может быть и будет зависит от того, на каком уровне вы проходите и проходили ли вы миссию с рейсовским турниром. Так, ну нам туда просто так не попасть. Шестер, это будь здоров. Че, идем по лесам. Сейчас пробежимся, посмотрим. Теперь чувствуешь, как пахнет корицей? Ага, значит склад тот самый. А у нас леса. Попробуем войти здесь. Давай вперед. Ау! Так, все, нам нужно квен сразу повесить на себя. Пойдем, пообщаемся с этим молодым людьми. Здравствуй, низушник. Проиграл ты нам. Который из них Гортензия? Тот, высокий. Игра окончена, Тули. Отдавай деньги. Игра, вот именно. Я наблюдал за тобой с самого начала, но думал, если ты меня выследишь, то придешь одна. Ты уже рассказала ему, кто ты? Нет? А он наверняка с удовольствием послушает. Говори. Говори, или я велю переломать тебе пальцы. Что происходит? Все очень просто. Мадам Саха проглотила сказочку про разводчика шампиньонов, как пеликан-кирпич. Я думал, она будет мудрее. Ну так как? Ты сама скажешь, на кого шпионишь в Новиграде? Или хочешь это прокричать? Отойди от нее. Попридержите кто-нибудь ведьмака и поставьте его так, чтобы ему было хорошо видно. Разборчики. Так, ну ладно. Фигася, он тут перелезал их там, пока я развлекался. Пошел. Ах, славная работа. Я его не подозревала, а он-то меня, наверное, давно разкусил. Низушки бывают непредсказуемы. Во всяком случае, у нас получилось. А теперь насчет того, чтобы поделить деньги. Вот именно. А что за предложение должно было убедить меня с тобой поделиться? Уже не важно. Нашли мы деньги вместе, а поэтому поделим их пополам. Знаешь что? Приглашаю тебя на ужин в зимородок. Надо отпраздновать мой последний день в Новиграде. Возвращаешься в Нильтгаад? И для этого тебе нужны были деньги? Вижу, ты догадался. У тебя все-таки остался выговор. Ну что же, значит придется переквалифицироваться. В Новиграде я все равно провалилась. Эх. А кем ты была до того, как стать шпионкой? Уже и не помню. Но, кстати, можешь звать меня Контореллой. Это твое настоящее имя? Ну, почти. Хм. Ну что ж, с удовольствием примем приглашение. Да, Бернард тот еще жук оказался. Может было ему и Харри начислить в самом начале. И так. Для профилактики дополнительной. удивительно длинные загрузки. для СССР. И оказалось, что это голубоглазая проститутка его сестра. Он не мог в это поверить. Ну надо же. Попросил, чтобы я снова встретился с ней в доме ночи. Хм. Очень интересно. Может, ты расскажешь конец этой истории наверху? Хорошая мысль. На отношение с Йеннифер это никак не влияет. Ну, там, три зависит от кого выбирали, поэтому можете не париться. Он как они, как по волшебству. Бац, все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот у нас очень интересная, на мой взгляд, миссия Да, она достаточно длинная Тем более, если вы имеете какие-то проблемы с картами Да, и поэтому вам придется несколько раз загружаться для того, чтобы пройти А пройти можно на средние, даже на низких карт Ну, с определенным, естественно, везением Когда вам зашли карты, а им нет Ну, а на этом все, друзья Большое спасибо за просмотр Обязательно подписывайтесь, комментируйте И ставьте лайки Всем пока